В текущем году в Минздраве, я думаю, и в другие уровни врачи в частности количество обращений граждан по поводу повышения цен на лекарственные препараты. Особенно в Министерстве много поступает обращение по поводу увеличения цен на препараты, не включенных в перечень. По результатам рассмотрения этих жалоб установлено, что по сравнению с ценами прошлого года, в настоящее время, валютон подорожал почти на 77%, настойку валерьяны на 30%, антипал в 10 раз, капли нафтезин на 84%, волокольюнка 50 мл на 73%, диазолюн дрожит на 50%. Для предотвращения кризисных проявлений в аптечных учреждениях регионов, а также снятия социальной напряженности, Минздрав области убедительно просит вас, уважаемые представители фаркомпании, не применять большие наценки на препараты с низкой ценовой характеристикой, номенклатура которой пользуется большой популярностью на населении с невысокой платежеспособностью. Постановлением правительства разрешено отечественным производителям на уровень официальной инфляции на 5,5% поднять еще эти цены. И те жизненно важные необходимые лекарственные препараты, которые стоят меньше 50 рублей, там индексация будет составлять до 30%. То есть вот это то официально разрешенное повышение, которое мы можем ожидать. Вот здесь нам надо что-то, какой-то механизм понять, каким образом мы можем хотя бы определить, из чего складывается ценообразование. Пока по понятиям мы живем. Кто-то когда-то купил. Здорово. Уже мы живем, ну два месяца курс доллара не растет. Два месяца не растет. Что, завозят на год вперед? Нет, не завозят на год вперед, конечно. Не завозят на год вперед, да. Мы должны договориться со всеми, чтобы все показывали свои цены. Поверьте, это хоть как-то стабилизирует ситуацию. Вот если кто-то не придет к нам, кто побоится открывать свои цены, тогда вопрос к ним будет такой определенный. Почему? В чем страх-то?